День памяти и скорби 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 Дмитрий Владимирович Дмитрий Владимирович, мы не раз с вами встречались Не раз общались на эту тему Но хочется все равно об этом говорить и говорить И вот как вы считаете То, что сейчас начали говорить об истории О единой победе Я вот так назову Это дань к тому, что 70 лет Или 75 лет со дня победы Или 75 лет со дня начала войны Или уже время пришло к тому, чтобы именно нужно говорить Говорить и как можно говорить То есть даты здесь ни при чем Вы знаете, я думаю, это связано и с датами И связано с тем, что вообще с нами произошло за последние 25 лет Во-первых, в народной памяти В народной истории В семьях, в тех религиях, которые мы бережно храним И которые принадлежали нашим дедушкам, прадедушкам, бабушкам, прабабушкам Завоевавшим для нас эту великую победу Никогда никакого пересмотра исторических фактов не было Никогда никто не сомневался в том, кто действительно виновник Крупнейшей трагедии 20 века Второй мировой войне Великой Отечественной войне И кто освободил мир от коричневой чумы Почему я сказал, что немножечко происходят Вот эти события, связанные с последними 25 годами По большому счету, в 21 веке Особенно мы это связываем с той государственной линией Которую ассоциируем с президентом нашей страны Владимир Владимировичем Путиным Произошло определенное отрезвление Абсолютно не секрет, что в 90-е годы Не просто из-за рубежа нас пичкали Ну просто передергиванием истории Не просто из-за рубежа на нас лились потоки Новые, порой лживые информации И продолжают сейчас лица Самое-то страшное, что тогда и мы Приняли вот этот поток информации Мы, я имею в виду, не широкое общество А вот именно те, кто в те годы отвечал, допустим, за содержание учебников в средних школах Тех, кто отвечал за содержание программ в средствах массовой информации И в печатных, и в электронных И действительно нам пытались в голову вкладывать сомнения А все было не так, а все было по-другому И вы знаете, истинность все равно восторжествует И правильно сказал вот один из героев первого сюжета История одна, правда одна И, соответственно, после того, как мы поняли, что нас просто ведут не туда Когда действительно произошел, ну, я не знаю, возврат на магистральную дорогу Которой мы шли веками, из которой сходить нельзя И, по большому счету, как-то по-новому стала восприниматься наша история По-новому стала восприниматься тема защиты нашей истории Защиты нашей победы И, конечно, очень здорово, что подоспели вот памятные даты Потому что 70-летие победы, которое мы отметили в прошлом году Это просто грандиозное по своему масштабу событие Которое всей страной готовили И всей страной уделяли внимание ветеранам Уделяли внимание тематике Уделяли внимание молодежи Сохранению памяти Поэтому я думаю, что здесь все сложилось в одно очень нужное и правильное направление И считаю, что с точки зрения исторической памяти После непростых 90-х мы выздоравливаем А может быть, даже уже и выздоровели Ну вот по поводу как раз выздоровления По поводу как раз непростых 90-х Потому что дело в том, что именно внимание единому учебнику истории Начали уделять последние 2-3 года Вот по большому счету это так Как вы считаете, вот те 90-е годы Потому что все-таки было воспитано целое поколение Аукнется нам еще? Вот это сомнение, оно останется? Или сейчас оно естественным образом уйдет? Ну, вы знаете, если в течение, допустим, 10 или 11 школьных лет Школьнику в голову вкладывается вот что-то одно А потом совершенно другая информация То поправить-то весьма сложно Хотя работать надо И как бы просто созерцать то, что в умах, в душах, в сердцах молодых людей И ничего не предпринимать для того, чтобы какие-то ошибки И неточности подрихтовать и направить в нужное русло молодого человека Это будет неправильно Я, к слову сказать, говоря вот о непростой с точки зрения оценки истории эпохи 90-х годов Меньше всего склонен в этом обвинять наших педагогов Вот по большому счету Именно благодаря тому, что наши педагоги, воспитанные на истинных фактах истории Порой тоже возмущаясь содержанию тех учебников, которые были Как раз мальчишкам и девчонкам говорили То, что было на самом деле И сохраняли вот эту историческую правду Вот за это им низкий поклон и большущее-большущее спасибо Но факты отрицать нельзя То, что лилось с экранов, то, что можно было прочитать в периодике Оно, конечно, свою роль сыграло вот эти все негативные моменты Поэтому я считаю, что нам вполне по силам не допускать больше подобных фактов Но то, что определенные последствия есть, это действительно так И я готов даже это проиллюстрировать Вот на примере тех учебников, по которым учился мой старший сын Это, правда, у меня в памяти не история, а учебник граждановедения И, знаете, там вот есть раздел, посвященный государственным символам Хорошие слова вроде бы Герб, флаг, гимн, все описывается Хорошо как бы тема преподносится А потом в конце параграфа карикатура Лежит умирающий старец Две старушки шушукаются, одна другой говорит Что вторую неделю не встает А ты включи-ка ему гимн послушать То есть как бы вот через шуточки Через вот такую корявую подачу материала Можно на нет свести все, что даже было написано хорошего в параграфе этого учебника Поэтому я думаю, что последствия определенно есть Есть последствия в неком провале с точки зрения знаний об истории И это, кстати, подтверждается в моем общении с ребятами, со школьниками Увы, это присутствует Есть провалы с точки зрения преподнесения темы великой победы советского народа В произведениях литературы и кино И когда вот мне доводилось общаться в рамках акции «Читаем дети о войне» с ребятами Я спрашивал, что вы читали о Великой Отечественной войне Первый ответ меня просто потряс Бородино Я объяснил, безусловно, что это Отечественная война, но не та Какие фильмы вы смотрели? Вот старую, настоящую советскую классику Назвали, увы, далеко не все Хотя, вы знаете, меня радует, что в последнее время у нас на экранах стали появляться добротные, хорошие фильмы, правдивые, снятые уже современными авторами, современными режиссерами Которые не видели, слава богу, войны, но они прониклись духом этой темы И мне последние фильмы о Великой Отечественной, они уже нравятся Они более правдивые и менее вот такие вот кровавые Причем даже ремейки на такие фильмы, допустим, «Азорь и здесь тихие» Вот, к примеру, в нашей семье разделились мнения, мне больше нравится классика, а мужу больше понравилась новая версия Я поддерживаю вас, мне тоже больше классическая версия Новая версия тоже неплохая Но смотрите, вот сейчас, если понимание внутри нашей страны, оно произошло, что все-таки история одна и очень важно ее сохранить Вы правильно сказали, защитить То вы видите, что происходит сейчас в странах Европы Некоторые, в прямом смысле слова, и откровенные, и открытые, переписывают свою историю и объявляют об этом на весь мир Почему такое происходит? То есть, если раньше это происходило так тихо, как, скажем так, исподволь То сейчас это вот открыто, прям, скажем так, в телевизионном эфире говорят, что нет, это было по-другому, а не так, как это принято считать Почему такое явное переписывание истории? Ну, вы знаете, вот вы сказали, исподволь происходило переписывание истории По большому счету, можно зарубежные страны разделить на несколько вот таких групп Где-то переписывание истории происходило на протяжении всей послевоенной истории Из уважения к мощи, к силе Советскому Союзу, к способности страны защитить свое информационное пространство Умы своих граждан Мы как бы этого не чувствовали, но мы же владеем информацией, что передергивание происходило практически во все годы послевоенной истории И были страны, которые, слава богу, этим не занимались и четко стояли на позициях исторической правды Победу в Великой Отечественной войне добыл для всего мира советский солдат, советский офицер, советский народ, советский тыл Вот эти точки зрения существовали всегда А на мой взгляд, передергивание истории, переписывание истории происходит в первую очередь в угоду политической конъюнктуре В угоду политическим интересам наших недругов Я просто другой причины не вижу Потому что в народной-то памяти Давайте просто пообщаемся с людьми старшего поколения, которые реально видели миссию советского солдата-освободителя В народной памяти никакого передергивания уверен, нет и не было Если сейчас у молодых совершенно другой взгляд формируется, то они не видели настоящей истории, не видели настоящей правды И мыслят теми категориями, которые им сейчас политики вложили в голову Поэтому я думаю, что это политическая конъюнктура И это, по большому счету, продолжающаяся после Второй мировой войны уже вот тихая война, которая идет Я сейчас как раз хочу показать репортаж, который накануне 9 мая снял телеканал Russia Today Их корпункт в Вашингтоне вышел и спросил обыкновенных американцев, а кто все-таки ковал победу Чей основной вклад в Великой Отечественной войне Вот сейчас попрошу нашего режиссера показать, что ответили простые американцы Мы у Белого дома Мы находимся в Нью-Йорке Мы спросим американцев, какие страны Сыграли главную роль в победе над нацистами во Второй мировой войне Давайте послушаем Соединенные Штаты, Англия, Польша, Россия США, Великобритания, не знаю Мы только недавно были в музее Холокоста Я должна вспомнить, какие страны Франция Франция Еще какие-нибудь страны Америка А еще Британия А как же Советский Союз? Да, я помню В музее ему была посвящена часть экспозиции Спросите прохожих в США, слышали ли они о Сталинградской битве Сомневаюсь Советский Союз? Соединенные Штаты Австрия участвовала Япония проиграла Россия проиграла Россия? Вы серьезно? А какая страна вошла в Берлин? Чья армия? Американская Кто сыграл главную роль в разгроме нацистов во Второй мировой войне и понес наибольшие потери? Я, конечно, могу ошибаться, но разве это не США? Союзники? Великобритания, США, Бельгия, Франция, Канада А кто еще входил в коалицию? Советский Союз Точно Союзники? А поточнее? США, Великобритания, Франция, еще, наверное, Австралия А Советский Союз? Да, конечно Италия Нет, постойте, не Италия Германия? Нет, нацисты были как раз в Германии Какая страна внесла наибольший вклад в их разгром? Какие страны победили во Второй мировой войне? Господи, я не знаю Что-то ничего на ум не приходит, простите Германия? Вообще-то в Германии как раз были нацисты На самом деле Советский Союз понес наибольшие потери Ясно Вас это удивляет? Пожалуйста, не пускайте это в эфир Я довольно мало знаю о Второй мировой И это печально В американских школах нам не так уж много о ней рассказывают Такие ответы Хотя, если судить по словам последнего корреспондента Не так много рассказывают Но уверенность в том, что все-таки Соединенные Штаты Америки Основную роль сыграли Только могу откомментировать Историческое невежество И, увы, плотная идеологическая работа Американской государственной машины Есть только одна страна Пуп Земли Которые все добрые дела Как они считают Вершит на планете А все остальные Или замалчиваются Или унижаются Или не замечаются Ну, вернемся к нашему Дню памяти и скорби Который будет ровно через неделю И мы здесь как раз можем с вами сделать Такой промежуточный вывод Что на самом деле Очень важно сейчас Вот еще раз повторюсь Мне понравилась очень фраза ваша Защитить нашу победу Защитить наш подвиг Защитить и подвиг нашего народа Потому что Вот как в репортаже По поводу форума сторонников В Белоруссии каждый третий Сейчас по мнению историков Каждый третий погиб В Великой Отечественной войне Это на самом деле очень страшно Как будет отмечаться День памяти и скорби Как будет встречаться День памяти и скорби В Оренбургской области Что будет интересного То есть чем Скажем так Что будете делать для того Чтобы иметь в виду в области Что будет делать для того Чтобы этот день Еще больше внес Вот эту нотку патриотизма В наши умы Ну не только будем делать Вы правильно сказали Уже и делается Потому что по большому счету Пересмотр вообще подходов К патриотическому воспитанию Он произошел Еще раз подчеркну На самом высшем уровне И наверное не случайно В конце прошлого года Постановлением правительства Российской Федерации Утверждена На мой взгляд Долгожданная программа Патриотического воспитания Граждан Российской Федерации Я скажу Что в глубинке И без программы Эта работа велась Да и не только в глубинке И в масштабах страны Просто сейчас ей придан Некий такой системный характер В масштабах государства А то что касается Вот практической работы На местах То она никогда у нас не угасала Я могу сказать Про нашу Оренбургскую область Допустим Вот мы сейчас Будем в очередной раз В сентябре Принимать игру Зарница Военно-патриотическую игру Приволжского федерального округа Она получила Постоянную прописку На территории Оренбургской области Но у нас в Оренбургской области Допустим Зарница не угасала никогда И даже вот Непростые 90-е Эта игра была сохранена И на базе Тяжело живущих В ту пору Воинских частей Все равно Зарница это проводилась Поэтому речь идет О системной работе И 75-летие Начало Великой Отечественной войны Это дата Которая позволяет нам Еще больше мобилизоваться Еще больше Системный характер Придать нашей Вот совместной работе Подчеркну Совместной работе Потому что Мы говорим О патриотическом воспитании Уже не только В рамках деятельности Органа власти Это будет Однобоко и мало Мы искренне рады Что к этой работе Подключились Как сейчас принято говорить Институты гражданского общества Мы искренне рады Что Инициаторами Многих интересных Программ и начинаний Выступают Общественная организация Общественная палата Совет старейшин И губернатор области Илья Александрович Берг Как высшее должностное лицо Нашего региона Как раз и является Вот Человеком Который объединяет усилия Всех институтов общества И в преддверии 75-летия победы Еще задолго До 75-летия победы Губернатор Подписал Распоряжение О создании рабочей группы И в соответствии С этим распоряжением Возглавил эту рабочую группу Я Сопредседателем У нас являются Вице-губернаторы Оренбургской области Рабочей группе Было поручено Подготовить план мероприятий Этот план готов И он сейчас реализуется И по большому счету Конечно Это бумага Это документ Который утвержден губернатором Самая главная Теперь наша задача Вот Всем этим мероприятиям Ну В них вложить душу Чтобы они были Неформальные Как вот как раз требует От нас Юрий Александрович Это не должно быть вот по бумажке По писаному Это должно идти от сердца От души И поэтому В рамках вот И утвержденного плана И просто нашей системной работы Безусловно Первое Внимание Первый пункт Это Забота о ветеранах Их к сожалению Вот у участников Великой Отечественной войны Осталось совсем немного Поэтому Каждого окружить заботой Этим занимается у нас Министерство здравоохранения Этим занимается Министерство социального развития Общественные Молодежные Волонтерские организации Что очень немаловажно Я вас здесь перебью Потому что у меня режиссер говорит о том Что у нас на прямой линии Телефонной линии Дамир Каюмов Это руководитель регионального отделения Всероссийской общественной Общественного движения Волонтеры Победы Дело в том Что для телезрителей скажу Я не знаю на самом деле Правда ли не так Но мне во всяком случае Сказали так Что именно инициатива От ребят Именно от этого общественного движения В День памяти и скорби Прочитать книгу памяти Это на самом деле так Да это действительно так Давайте Дамиру дадим слово Дамир, здравствуй Ты нас слышишь? Добрый вечер, да Я вас слышу Дамир, у меня вот такой вопрос Как родилась идея Зачитать книгу памяти Потому что это на самом деле Достаточно большой объем Это вот для телезрителей Опять скажу Что это имя, фамилия И дата смерти тех людей Которые принимали участие В Великой Отечественной войне То есть все наши оренбушцы То есть как родилась эта идея И почему? Ну идея родилась Как обычно спонтанно Мы решали собственно Каким образом нам Этот день встретить День памяти и скорби Вот И хотели как можно больше Вспомнить собственно Тех, кто погиб На Великой Отечественной войне Наших земляков Вот В каждом муниципальном образовании Нашей области Присутствует книга памяти С записями Обо всех погибших На Великой Отечественной войне Вот И пришла идея собственно Во всеуслышании Рассказать об этих людях Зачитать их имена Чтобы их имена Еще раз прозвучали Вот А как эту идею восприняли На самом деле То есть первое впечатление Об этой идее Потому что тоже мне говорили Что по-разному воспринимали Но все равно в итоге Пришли к тому Что идея хорошая Ну на самом деле В муниципальных образованиях Ее восприняли Достаточно хорошо Ну Дело в том Что в муниципальных образованиях Не так много конечно Имен в книгах памяти Но вот В городе Оренбурге У нас Достаточно большое количество Людей Погибло В Великой Отечественной войне Поэтому И книги памяти Соответственно Очень большие Вот Сложность возникла У нас в том Что Как охватить этот объем И Принято было решение Разделить на два дня То есть Мы проводим эту акцию С 20 на 21 Читаем имена С 10 утра До 8 вечера 20 и до 10 вечера 21 Вот Чтобы охватить На пяти точках А мы это кто? Сколько вас Участников в этом движении? И может ли Любой желающий Принять Вот Участие Ваша акция? Да Мы это волонтеры Во-первых Ребята Активисты Активисты Молодежных движений Различных То есть Это и студенческие отряды И Федерация детских Организаций И поисковики Все ребята Волонтеры Будут участвовать Посменно Зачитывать имена Все желающие Кто захочет Просто подойти И помочь нам Получат Такую возможность Прочитать Книгу памяти Либо У нас будут Такие даже Перерывчики Небольшие Где Каждый желающий Может В микрофон Во всеуслышание Рассказать О члене своей семьи Кто погиб В Великой Отечественной войне Какое-то Может быть даже Зачитать фронтовое письмо Дамир Последний вопрос Где это будет проходить В Оренбурге И как можно узнать Уже в муниципалитетах Где эта акция будет проходить Куда обращаться В Оренбурге В пяти точках Будет проходить акция Во-первых Это дом памяти На проспекте Победы Также салют Победы Парк Выставочный комплекс Музейный Салют Победы Далее Сквер На улице Советская Сквер имени Ленина В районе дома 23 Сквер Возле памятника Пушкину и Далю И Заключительное место Это сквер У дома Советов Возле фонтана Это в городе Оренбурге С 20 и 21 числа С 10 утра До 8 вечера Там будут Зачитываться имена В муниципалитетах Будут проходить акции Конкретно Возле мест памяти То есть Это либо В районных центрах Где Либо Есть Захранение Таких центральных точках Где Центральные точки Вечные огни Захранение Какие-то памятники Такие памятные места Спасибо большое Дамир Желаем вам удачи Ну вот на самом деле Это как свеча памяти В свое время Она тоже родилась От Как вы говорите Институтов гражданского общества То есть Она тоже родилась Из народа Так вот В этом году Вот родилась такая идея Вот зачитать книгу памяти Мы единственные в своем роде Или В других субъектах Тоже такое было Вы знаете В каждом субъекте Я считаю Что есть своя какая-то Изюминка Потому что Это Это вот идеи Это дела Которыми Ребята горят Особенно горят молодые Это здорово И вы знаете Не надо Вот думать о том Что Ну какой-то Решительный прорыв Могут сделать Какие-то супер Огромные Дорогостоящие акции Вот Представьте себе Эту акцию Поучаствуйте в ней Ребята Инициаторы Волонтеры Вот читают книгу памяти Да К ним кто-то подошел Кто-то просто постоял Послушал Посмотрел Заинтересовался Отвлекся от какой-то Своей повседневной суеты Это тоже воспитательная работа Это тоже идеологическая работа Поэтому ребятам Огромное спасибо Слава богу Их у нас много Если говорить по поводу Свечи памяти Которая уже тоже Не первый год Проходит С 21 на 22 июня Тоже Вот я Сама присутствовала На одном из таком мероприятия 4 часа утра Люди Добровольно приходят Их никто не приводит Вот тоже Вот Вот эта акция Она будет Предварительно Подсчитан Сколько людей Будет принимать участие Значит Мы вот только сегодня Обсуждали Организационные вопросы Проведения акции Я кстати пользуюсь случаем Хотел бы Всех Жителей И области И горожан Жителей города Оренбурга Пригласить Принять участие В этой акции В городе Оренбурге В частности Я сразу прям Делаю Что называется Официальное объявление Официальное приглашение Старт акции Будет дан В 10 часов вечера 21 июня То есть Вот ровно Через неделю Практически И традиционно Участники акции Собираются На улице Советской В этот раз Как бы Первая часть колонны Будет формироваться В районе Драматического театра В районе улицы Правда И потом По нашим Прикидкам Где-то до 10 А может быть Даже и больше Тысяч человек Планируют Принять участие В этой акции И потом Традиционно С зажженными Свечами Колонна наших Земляков Горожан Гостей города Когда она Двинется В сторону Бульвара На Беловке И там Произойдет Традиционное Опускание Свечей На плоты Причем В этот раз Поскольку Это юбилейное Мероприятие К 75-летию Начало Великой Отечественной Войны Приурочено Будет Скажем так Особая программа Проведения Этой акции И при старте Движения Колонны И при завершающей Части И с точки зрения Технического Оснащения И с точки зрения Вот такой Содержательной Наполненности Поэтому Не хотел бы Пока Вот Время терять И обо всем Рассказывать Просто хотел бы Всех пригласить И принять участие Вот в этом Акте Единения Мы все Просто Под Глубочайшим Громаднейшим Впечатлением Акции Бессмертный полк Когда С каждым годом Все больше И больше Людей С детьми С внуками Приходит Для того Чтобы принять Участие В этой акции По зову Сердца Приходит И свеча памяти Все больше Людей Объединяет Поэтому Ты идешь И чувствуешь Себя Частичкой Великой силы Великой силы Которая в 45 Году Подарила Миру Победу Ценой Огромных Жертв И самое главное Частичкой силы Которая Эту силу Должна сберечь И преумножить И не допустить Чтобы больше Были вот такие трагедии Давайте примем телефонный звонок От телезрителя Здравствуйте Слушаем вас Представьтесь И ваш вопрос Здравствуйте Меня зовут Наталья Я звоню вам Из Оренбургского района Вот сейчас В программе Демонстрировался сюжет Смысл в том Что Американское общество Неправильно Воспринимает Вторую Мировую войну То есть Они там Элементарно Не знают Кто действительно Победил в ней Как развивались события Ну вот Хотела бы отметить Что такая же ситуация Происходит и в России То есть Понятно Не повсеместно Но Некоторые молодые люди Они не знают Подробности О Второй мировой войне И вот Хотелось бы узнать У вашего сегодняшнего гостя С чем это связано У нас Плохой уровень образования В школах Может быть Как раз таки ЕГЭ Которое вводят В наше учебное заведение Усугубляет Этот уровень Знаний Может быть Нужно воспитывать Патриотическое чувство Потому что Да я с вами согласна 9 мая Все в едином порыве Выходят Акция бессмертный полк Объединяет Но вот После 9 мая Не гаснет ли В людях Этот патриотизм Спасибо Хороший вопрос Такой конечно Многосоставной Но все же Ну по поводу первой части Вы проговорили По поводу истории То есть мы потеряли Вот эта вторая часть вопроса Не гаснет ли патриотизм Ну я думаю Если патриотизм есть Он не может по принципу угаснуть Как мне кажется Конечно Какие-то внешние факторы Могут оказывать воздействие Но если человек Изначально Вот Воспитан действительно Не просто На гордости За свою страну Я всегда Вот особенно Когда с молодежной аудиторией Встречаюсь Я говорю Гордиться Гордимся Но если мы будем Только жить На одной гордости За то Что сделали Старшие предыдущие поколения И при этом Почевать на лаврах И кичиться тем Что мы народ победитель Но при этом Самим нигде не побеждать Боже упаси Чтобы нам довелось Когда-нибудь еще Побеждать на полях Сражения Но надо побеждать В спорте Надо побеждать В культуре Надо побеждать В интеллекте Надо побеждать В экономике Если мы этого делать Не будем То увы Наследие Великой Победы Может нас Долго Что называется Не поддерживать На должном величии А то что касается Вот Уровня Образования Вы знаете Мы в принципе Об этом рассуждаем С самого начала передачи Но есть и объективные причины Я просто готов Привести пример Своей семьи Вот у меня сын В прошлом году Сейчас он в девятый Перешел Тогда вот В год 70-летия Победы Великой Участвовал В седьмом классе Учился И участвовал В олимпиаде На знание Истории Великой Отечественной войны Никакого он там Призового места не занял Правда честно скажу Но принял участие Активно Все Я потом говорю Вы что в школе-то По Великой Отечественной войне По истории Великой Отечественной войны Изучайте Он говорит А мы еще не дошли до Великой Отечественной войны Мы изучаем только Эпоху Екатерины Второй Это окончание седьмого класса Я просто вспоминаю Вот Свою учебную программу В четвертом классе Кто люди моего поколения Помнят наверное У нас такой Был предмет Учебник Рассказы по истории СССР И вот С древней Руси До современности Мы по крайней мере Вот Прошли всю историю И знали уже Да Где Куликовская битва Когда была Когда была Отечественная война Двенадцатого года Великая Отечественная Там в рамках Вот этого учебника Рассказы по истории СССР Как сейчас Вот у меня перед глазами Стоит четвертый класс И на титульном На обложке Кремль Флаг советский То есть Мы в четвертом классе Азы получили Потом была история Древнего мира Средних веков И потом мы вышли уже На детальное изучение Современной истории Но основу в нас заложили А вот сейчас В учебных программах Этого нет С точки зрения Вот действительно Наличия Такого предмета Такого учебника И учителя спасают Наших учеников Опять же Поэтому мой пошел Участвовать в Олимпиаде Дома культивируется Уважение к истории К деду фронтовику К знанию Великой Отечественной войны В школе учителя Рассказывают А учебника-то нет Но в то же время Здесь еще спасают Именно такие Так скажем Такие большие Общественные мероприятия Тоже служу по своему сыну Когда была Большая Олимпиада В Сочи Это вот у него Это на самом деле Появилась Любовь к гимну Любовь к стране Потому что для него сейчас Участие российских спортсменов В любом уже Спортивном мероприятии Это для него уже Само собой Я думаю Вы не дожидались Олимпиады А дома как раз Вот этот дух И тоже поддерживает Просто зная вас Да Но в любом случае Вот эти общественные мероприятия Они тоже усиливают момент Конечно Но все равно Вот как бы это не А как это отличить От ура-патриотизма Такое вот Понимание тоже сейчас появилось От патриотизма Где всей душой И всем сердце Ну я думаю Что вот как раз Ура-патриотизм Это и есть Вот шапка закидательства То вот задирание носа Что мы великие Мы все можем И при этом Никто не объясняет Вот таким вот ура-патриотам Что патриотизм Он должен не жить На прежнем багаже Как я уже сказал Нужно каждый день Что-то делать Вот каждый день Каждый час Я не знаю Работа души По большому счету А вот Знаете Я Часто привожу этот пример Надо работать Вот когда наша сборная На Олимпиаду По-моему В Ванкувере Уезжала на зимнюю Где заняла Увы Одиннадцатое место Да Я вижу Пошли на службу В Храм Христа Спасителя Прекрасное дело Я православный человек И считаю Что это здорово Обратиться За помощью Да Но потом Когда они начали проигрывать И у меня сразу возник вопрос А вот помимо Участия в службе В православной Тренироваться Не пробовали То есть вот надо еще Потренироваться И попросить у Бога помощи Он тогда обязательно поможет Давайте к нашему разговору Подключим Новосергиевку Марина Владимировна Черкасова С нами на линии Это директор Централизованной клубной системы Новосергиевского района Марина Владимировна Здравствуйте Вот мы сейчас Наш разговор Зашел именно Вот в тему Того Как воспитывать чувство патриотизма В подрастающем поколении И даже как его сохранить И защитить Вот как в Новосергиевском районе Будут встречать День памяти и скорби И главный момент Что вы Скажем так Вот именно постарались Сохранить в этом День памяти Чтобы вот как можно больше Люди приняли от этого дня Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Елена Здравствуйте Дмитрий Владимирович Уважаемые телезрители Новосергиевский район 2016 год Действительно Отмечен Отмечен очень большой датой Это 75 лет Со дня начала Великой Отечественной войны И Новосергиевский район Уже начиная с января Отмечает вот эти Памятные мероприятия И формы запланированных Патриотических мероприятий Очень разнообразны В образовательных Учреждениях района Проходит целый комплекс Мероприятий Это конкурсы Выставки рисунков Открыток Которые имеют название Война глазами детей Классные часы Часы мужества Рассказывающие О 2 июня Что произошло В 4 часа Это дни Книг о войне Маршруты памяти С января по апрель В образовательных Учреждениях Прошел районный Конкурс Начинающих Журналистов Свой голос И в этом конкурсе Была номинация Неугостима память Прошли конкурсы Видеофильмов Исследовательских работ Дом детского творчества Принял участие В областной акции Обилист Кроме того У нас в библиотечных Филиалах Прошли совместно С клубными работниками Я вас перебью Спасибо Марина Владимировна У нас просто немного Время осталось До конца эфира А вот если сравнить С прошлыми годами То количество людей Участвующих в этой акции Растет Вовлекаются ли родители Вместе с детьми И родители вовлекаются И как вовлекается Очень много Молодых людей То есть действительно Вот эта акция Среди молодежи Становится очень популярна И принимает участие Каждым годом Все больше и больше Количества людей В этом году у нас Поскольку это 75 лет Будет организовано Достаточно тоже широко Широкое мероприятие Не только в поселке Новосергиевке Но и во всем Новосергиевском районе У обелисков и памятников Спасибо большое Марина Владимировна Мы сейчас к нашему разговору Подключим Наталью Жалтаевну Аймуратову Это начальник управления Социальной политики Администрации города Орска Наталья Жалтаевна Вы нас слышите? Да, слушаю вас А вот тоже расскажите Как растет ли Количество людей Вовлеченных в мероприятия Что по случаю дня победы Что вот приближающиеся даты Это день памяти и скорби Который состоится с 21-22 июня Ну, хотелось бы сказать Что в городе Орске Еще в марте был утверден План мероприятий Посвященных 75-летию Начала Великой Отечественной войны Который включает в себя Порядка 50 социально значимых мероприятий И мы постарались Привлечь к его реализации Все слои населения В реализации участвуют дети Работающие граждане Ветераны Привлечены предприятия И организации различных форм Собственности В городе пройдут Вечера памяти Кинолектории Встречи учащихся с ветеранами Конкурсы рисунков С учетом преклонного возраста Ветеранов войны Состоятся выезды Агитбригады Катюша Для адресного посещения Их на дому Во всех библиотеках Музеях Клубах Пригородных поселков Пройдут мероприятия Посвященные этой дате На предприятии города Пройдут митинги С возложением цветов У памятников Труженикам завода В периода Великой Отечественной войны И заводчанам Погибшим на фронтах Активную часть В мероприятиях Дня памяти и скорби Примут представители Детских и молодежных организаций Они проведут Митинги Памятные линейки Встречи с ветеранами войны На базе летних лагерей Пройдут уроки мужества Тожественные марши Военно-спортивные соревнования И эстафеты Наталья Жалтайна Я тоже вас привью Потому что у нас 3 минуты Осталось до конца эфира Вот тоже Набирают ли популярность Именно вот эти Патриотические акции И вот есть именно Обратная связь от общества Да Я хочу сказать Что все то Что как бы запланировано Все эти мероприятия Они воспитывают И развивают Патриотические чувства Как молодежи Так и взрослого населения И вот эти вот даты Они как раз Все направлены на то Чтобы Возрождать Так скажем И воспитывать Развивать патриотизм Спасибо вам большое Спасибо вам большое Но мы видим Да То есть взяли разные Участки области Восток и Запад Так называемые Везде вот такие акции Тоже вот Год от года Тоже растет количество Вот таких Инициатив интересных Вот общество Насколько вот по вашим Тоже ощущениям Вовлекается в этот процесс Просто причем Люди вовлекаются Не по принуждению По какому-то А действительно Вот по зову сердца И причем Изыскиваются Самые разные формы Мы прекрасно понимаем Что мы живем сейчас В 21 веке Век суперинформационных технологий Молодежи Интересны какие-то Новые Вот такие Модные И полезные Формы работы И такие формы Тоже появляются Да Есть стандартные формы Вот о чем говорили Сейчас мои коллеги Это и встречи Проведение мероприятий Но допустим Вот ваш канал Ну я открою тайну Потрясающий проект Реализует Читаем и чтим Когда члены правительства Политики Общественные деятели Читают стихи О войне И 22 июня Люди все увидят Эти стихотворения Услышат Эти стихотворения Поэтому мероприятий много Они интересные И самая главная задача Еще раз подчеркну Юрий Александрович Берг От нас этого всегда требует Он говорит Не заформализуйте Можно представить отчет На тысячи страницах Но если это все сделано формально Эти дела ничего не стоят Там должно все гореть Там должно Действительно Вот Глаза блестеть Душа должна чувствоваться Сердце должно быть горячим Тогда вот эти все мероприятия Утвержденные программами Они принесут Свои плоды Ну как мы видим Из года в год Именно мне Может быть я могу ошибаться Но мне кажется 21 Вернее 21-22 июня Этот день даже больше Находит отклик В обществе Ежели 9 мая 9 мая да Все радуются Но 21-22 июня Он более философский Такой день Это разные дни Наши истории Абсолютно разные 9 мая хоть и со слезами На глазах Но это праздник Это государственный праздник А 22 июня Не случайно назвали День скорби и памяти И к слову 22 июня В 12.00 по полудни В области пройдет Общеобластная минута молчания Я призываю всех Подключиться К этой акции И на минутку Остановиться Где бы вы ни были Замолчать Подумать Опустить глаза И вспомнить тех Кто подарил нам победу Спасибо вам большое И на этом мы заканчиваем Нашу программу Встретимся с вами в четверг Кто у нас будет в гостях О чем мы будем говорить Вы узнаете из анонсов На нашем канале Я вам желаю хорошего вечера И проводите время с пользой Удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok